Я не знаю, что там насчет его отца. Если он ищет убийцу своего отца, то ему нужно их искать в направлении федерального центра. Я вообще не причастен к убийству его отца. Эти люди, члены этой организации Хизбут Тахрир, они свободно вели свою деятельность, потому что это не преследуется украинским законодательством. Как только туда пришла Россия, все, они стали незаконными, они стали экстремистами, но люди-то там живут, они не перестали иметь эти убеждения и их начали преследовать. Я не оправдываю Кадырова, но как можно назвать Басаева героем, если он позволил себе взять заложники женщин, подобно тому, как Кадыров пленил женщин? По поводу Басаева, я скажу, что он совершил ошибки, как, например, захват школы в Беслане. Это величайшее преступление, которое ни в коем случае не оправдывало. Однако Басаев... Скажите, как вы относитесь к главам Кадырова? Кровную месть никто у нас не отменял. Я не мусульманин, просто человек. Все-таки мы живем в 21 веке, век демократии и закона. Честно сказать, не поймешь этого тоже, потому что был у нас год один, я не помню, что это за год. Они тогда, наоборот, объявили, что это год прощения всех кровных местей, заставили там всех прийти к примирению, сказали, что все, вопрос с кровной местью у нас решен. Но тут я с ним в целом, конечно, согласен. Кровную месть у нас никто не отменял, это правда. От того, что там они всех примирили. Кровная месть, конечно же, она существует. И все те преступления, которые сегодня совершаются, за них, конечно же, будут мстить. В этом нет никаких сомнений. Ее действительно никто не отменял и не отменит, это правда. В его представлении кровная месть, это не то, чем она реально является. Под кровную месть, во-первых, не подпадают ни в чем не повинные люди, это первое. Второе, кровная месть, она невозможна там, где нет крови. Кого я или другие люди, чьих родственников они похитили? Кого мы убили? Где на нас кровь? Какая кровная месть может быть? Саляму алейкум арахмалабаркату. Брат Томсо, нет ли возможности вывезти свою родню из Чечни, если ты выбрал этот путь и собираешься продолжать свою борьбу до конца? Друзья, вы же перед тем, как задать этот вопрос, поставьте себя на мое место. О чем вы говорите? Представляете эту родню? Сколько там человек? А готовы ли эти люди выезжать? Даже если бы у меня была такая возможность. Вы думаете, эти люди хотят оттуда уезжать? А вы также берете ли во внимание, что часть из похищенных людей это вообще люди из системы они работают в этой системе в этой кадыровской кто-то работает тот работал один из похищенных моих дядей вышел на пенсию работал там всю не знаю всю ли жизнь последнюю часть своей жизни вот с момента появления у нас это российской оккупации был их человеком работал их системе мвд причем на руководящих должностях был вышел на пенсию вот недавно полностью человек из их системы куда вы думаете он уедет он вообще наверное считал что он безопасности что его это не постигнет но они здесь не выбирают они даже своих людей которые в принципе в доску являются их людьми даже эти люди они поищают и заставляют нести ответственность за меня за мои действия за мои слова кровную месть и неприкосновенность чести женщин никто не отменял просто работ я и не говорю что это кто-то отменял я полностью согласен что никто этого не отменял главное чтобы это все применялось в рамках каких-то правил чеченские обычаи и традиции тоже никто не отменял из-за шквар по чеченским обычаями традициям тоже никто не отменял и не отменит посягательства на родственников со стороны жены и со стороны матери это зашквар после которого нет зашквара чеченских обычаями традиции никогда ничего подобного не происходило беда чеченцев состоит их лицемерии и высокомерии а по сути их сестер придет их падишах братьев убивают а сами кричат о величии и в пятигорске либо в краснодаре у аптек тусуется всегда найдется какой-нибудь чувак причем этот чувак будет из с кавказа и какого-нибудь братского нам народа который на любой беде нашего народа решит еще и поздороваться спасибо тебе дорогой наш сосед наш брат ты ты настоящий брат так все таких как ты братьев поменьше бы конечно нам уже давно одно стойкое убеждение кадыров встит всему народу за смерть своего отца он не видит чеченский народ весь я не знаю кому что там насчет его отца если он ищет убить своего отца твоему нужно их искать направлении федерального центра вообще не причастен к убийству его отца никакого отношения к этому не имел момент убийства его отца и вообще спал эти честно скажу кадыров я даже не проснулся от этого взрыва я когда проснулся я живу мужил прям рядом с этим стадионом из моего окна из балкона был виден этот стадион но я даже не проснулся от этого взрыва от стрельбы которые там происходили узнал о том что твоего отца убили только уже после того как вышел на улицу смотрю там люди говорят об этом паника какая так что я к этому не причастен поверь а мои родственники тем более там собрать почему в крыму рисуют крымских татар крымские татары это второй наверное народ такой в россии которые сегодня тоже целенаправленно по национальному признаку преследуется действительно этих в наших братьев и сестер их сегодня постигают очень серьезные испытания я не сильно конечно слежу за ситуацией в крыму но я постоянно вижу эту информацию какие-то интервью запытанных людей какие-то статьи из сми что вот там целой группе людей сейчас дали там сроки огромные сроки просто за какие-то брошюры что они якобы в этой организации хизбут тахрир являются ее членами я скажу я у меня негативное конечно отношение к этой организации я далеко являюсь не сторонником а наоборот противникам этой организации но надо понимать что за это сажать в тюрьмы на огромные сроки но это просто перебор страшный тем более крым он будучи недавно частью украины он и сейчас является официально конечно частью украины но де-факто он сейчас руках россии и вот до этой аннексии российской эти люди члены этой организации хизбут тахрир они свободно вели свою деятельность потому что это не преследуется украинским законодательством как только туда пришла россия все они стали незаконными стали экстремистами но люди то там живут они не перестали иметь эти убеждения их начали преследовать преследовать сажать и просто там тупо час десятками сажают забирают пытают происходят какие-то ужасные вещи и можно сказать что это именно вот такой целенаправленное преследование по нац признаку наших братьев и сестер крымских татар да облегчит аллах положение и крымских татар и всех мусульман в этом мире там что сейчас посмотрел видео о парке в турции в честь джахара дудаева сейчас написал петицию президента об установке памятника джахару украине нужна будет твоя поддержка что скажешь насчет памятника не поддержу буду противником памятники у нас запрещены в исламе но я знаю что и в киеве и во львове есть улицы имени джахара дудаева если как-то иначе еще будет предложение увековечения памяти джахара дудаева украине конечно же я буду в этом очень рад чем могу поддержу но только не памятник название улиц парков скверов как этих круговых ну площадей как например в варшаве здесь я за его может почему эрдоган увековечивает память дудаева и дружит с путиным почему он дружит с путиным это же лицемерие эрдоган не дружит с путиным это не дружба эта политика эрдоган сотрудничает где надо с путиным не надо с байденом и все лидеры стран так и делают они занимаются политикой дружба это когда вы ходите друг другу в гости пьете чай вместе там ходите в баню встречаетесь в ресторанах пьете там кофе вот это вот дружба когда вы общаетесь у вас теплые отношения а когда вы занимаетесь делами занимаетесь политикой это не дружба турки реально знают чечню и чеченцев еще как уважают они прекрасно знают те события и им не понять почему рамзан так себя ведет знаем о чем говорю да турки они больше остальных народов и стран вовлечены в вообще в кавказскую тему они действительно очень хорошо знают когда ты даже туркам даже проживающим здесь в европе даже тем кто здесь родился и вырос являются гражданами этих стран даже им когда ты говоришь что ты из чечнею они сразу же называют имена басаева дудаева как правило прежде всего называют басаева я заметил всего васаева любят в турции уважают никто никогда не называет кадырова чтобы понимали конечно как кадырова даже если и знают то его знают как российского чиновника как никак чеченского лидера или чеченского героя чеченские герои это басаев дудаев яндерби и таких людей не знаю томсо ты сказал что покушение на честь женщин в чечне жесткий зашквар так кадыров и просит вас хасана тебя и других не покушаться на женщин его семьи вы сами затрагивайте и высмеивайте его женщин где покажите где мы затрагиваем как вы говорите посягаем на честь его женщин покажите нам это один человек здесь был который реально посягал на честь его женщин открыто это делаю не скрывал это был анзор из вены его больше нет и я больше не знаю ни одного здесь блогера я говорю сейчас про серьезных людей не про каких-нибудь там дурачков и шутов гороховых это их я не комментирую но не я не хасан хасана не видел ни разу не слышал чтобы он посягал на честь их женщин за насчет себя я могу точно гарантировать что я никогда не мне на честь матери на кадрирование на честь матери того же иудова никогда не посягал даже когда они себе это позволяли в отношении моей матери я им этим не отвечал хотя имею на это право на самом деле по исламу по каким-то международным человеческим понятием я могу ему ответить тем же что тем же оскорблением которые нанес мне я могу ему этим же ответить если он сказал назвал там задел честь моей матери я могу также задеть часть его матери но я этого никогда не делал не позволял себе поэтому предъявите доказательства я не оправдываю кадырова но как можно назвать пасаева героем если он позволил себе взять сложники женщин подобно тому как кадыров пленил женщин по поводу басаева я скажу что он совершил ошибки как например захват школы бесслане это величайшее преступление которое ни в коем случае не оправдываю однако басаев это человек отдавший свою жизнь за за наш народ за наше государство за нашу религию и этот человек является нашим героем понимаете вы это не понимаете нас это не волнует поймите это вы это просто примите никуда вы от этого не денетесь вы это примите вы можете быть не согласны но принять это вам придется это человек чьим именем в наших городах и селах будут названы парки скверы улицы этот человек внес себя в историю нашего народа в историю нашей борьбы как борец за нашу свободу за нашу независимость за нашу государственность и этот и это дорогого стоит он отдал свою жизнь на этом пути он не стал предателем до будучи борцом он совершал ошибки и никто не застрахован от того чтобы завершать ошибки все их совершают но важно то как человек прошел этот путь как он ушел как он не повернул обратно как он не стал предателем вот это важно то считаешь ли ты за героя второго имама чечни и дагестана гамзат бека я считаю героем кавказским вази мухаммада гимринского я считаю героем кавказа шейх мансура байсангура и других лидеров борьбы на кавказе за нашу свободу и независимость но это не значит что если я кого-то не считаю героем что этот человек не является героем по поводу допустим этого же гамзат бека у меня просто мало информации может быть я могу чего-то не знать короче есть такие есть те лица которые для меня однозначно герои есть те лица которые для меня однозначно не герои как имам шамиль допустим для меня не герой и все здесь не обсуждается а есть такие люди из которых о которых я просто могу не знать и это не значит что они не герои просто для меня они не герои потому что я возможно чего-то о них не знаю может быть я узнаю о них что-то и они станут для меня тоже герои а быть может наоборот они что-то узнаю и они не станут для меня стану для меня не героями а быть может я никогда них ничего не узнаю и они так и останутся неизвестными а